Приедем. Добрый день. Потеряли тебе. Так мы же в последнее время все время в 12. Я и рассчитывал на 12 что-то. А один раз сделали 12 и уже все в последнее время. Почему один раз? Последние два раза у нас было в 12. Лучше раньше начинать в 11. А то уже мозг раскисает уже. Домашнее знание ты все равно не делаешь. Или сделал? Сделал. Сделал. Хорошо. Тогда с тебя и начинаем. Перейди мне Макшику. Муха стремится к ране, как богач стремится. К богатству. Дурной человек стремится к ссорам, как мудрец. Как плохой человек желает ссоры, так мудрец желает мир. Что же. Там царь стремится к богатству. В целом. Хорошо. А теперь я прошу тебя прочитать комментарий. Итак. Читаем. Третий раздел. Это комментарий. Третье упражнение. Третье упражнение. Расслините текст на слова, учитывая, что существительные М употреблены в именительном падеже. Угу. Угу. Что такое сг? Там дальше сг идет. Сингулар. Сингулар. Сингулар, да. Сингуларис, то есть низное число. Угу. Остальные в именительном падеже. А. Плюрал. Плюралис. Ну, мухи тогда. Мухи тогда. Да. Я считаю. Столько мухи тогда? Или все остальное? Ну, все остальное тоже. Ну, давай тогда еще раз. Тогда еще раз все. Мухи стремятся к ранней, как цари желают стремятся к богатству. Как плохие люди желают ссоры, так мудрецы желают мир. Хорошо. Читай дальше комментарий. Форма H&T. Третье лицо. Нож. Презенс. А? Презенс. Настоящее время. Настоящее время, да. От глагола ищ. Угу. Ты этот комментарий читал? Да. И как ты понял? Вот tool, которое здесь употреблено. Угу. Угу. Ты его не понял. А я что-то не обратил внимания. Дима, грамматика это такая наука, в которой одну букву пропусти и мир рассыпается в прах. А ты две буквы пропустил. Но перевел в целом смело. Поэтому за смелость тебе похвала. Ты хотя бы не сомневался. Но не обрати внимание, что в грамматике буквы имеют значение. Не то, что большое, но так. Иногда надо обращать на них внимание. Вот. В целом, Евгений, какие твои мысли? Насчет перевода. Мне кажется, нормально. Да, мне очень кажется, нормально. Вот. Тогда... Так. А ты что слышишь, Дим? М? Объяснить Сандхи сможешь? Если есть Сандхи. Ну, тут Сандхи... Так. Ну, вот в конце строки, которая... Пардхи и Вах. Там что? Ну, это... Э... Было С. Почему оно стало Лисадгой? Ну, потому что вот в конце строки или стихотворной строки. Да, в конце строки, да. То есть перед паузой. Да. То же самое... Ну, садхавах. Садхавах. Только не садхавах. Нет, не садхавах, а садхавах. Садхавах, да. Угу. Там... Ну, то же самое... Тоже по концепту. Там тоже было С? И то же самое, что да. То же самое, что в другом. Так. Других Сандхи там, Евгения, нас нет? Есть. Ничто. 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 Рассказываем. Ну, это, я так понимаю, это, наверное, конец стихотворной строки, потому что... Конец стихотворной строки в середине текста? Ну, тогда у меня нет вариантов. Ну, открывай предыдущую страницу и смотри, на что это похоже. Итак, там какая буква, скорее всего, была? С? С. Хорошо. Итак, есть внешние Сандхи. С и Р. Следующее слово начинается на какую букву? А, перед глухими согласными. Угу. Ну, ты же уже должен был запомнить, что когда не знаешь, что говорить, говоришь перед глухими согласными. Ты забыл. Угу. Дима, как Дима. Да, Евгений, что-нибудь ещё хочешь сказать? По Сандхи? Да, по Сандхи. Ну, я ещё заглянул немного вперёд. Девятое занятие. Угу. Потому что здесь в Сандхи С и Р было написано, кроме после А. Длинных или коротких. Угу. И там, как раз на этом занятии, есть Сандхи А. Вот. Ты хочешь на мухи намекаешь? А, да, на махи, да. Угу. Да. Они же тоже были Макши и Хас. Конечно. Ну, это пока просто мы вроде как этого не знаем, поэтому, в принципе, это не страшно не знать. Да. А то, что слиты написаны в Раном Ичантии? В Раном Ичантии, естественно. Да. А Дим, как гласит правило слитного написания слов? Так. Когда правило слитного написания слов гласит. И так, где оно у нас было? Там, если так и своими словами, что... Нет, нет, не своими словами. Если согласные... Слово заканчивается на согласные, а следующие начинают на согласные, то они объединяются. А есть исключения? Я не помню, значит, исключения. Я не помню, где у меня это записано. Евгений, как гласит правило слитного написания слов? Ну, вот я читаю на согласную, кроме висарги и анусвары. Да. Значит, полностью как правило гласит? Слово, оканчивающее на согласную, кроме висарги и анусвары, обычно пишут слитно с последующим словом. Да? Прошу. А, ищи. Что? Нет, нет, я говорю, Диме, ищи, чтоб нашел и подчеркнул себе. Это в пятом занятии третий пункт. Значит, у меня перевод мух получился следующий. Мухи стремятся к ране, цари к богатству, низкие заводят ссоры, благородные стремятся к миру. Хороший вариант. Ну да, как вариант. Звучит. 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 Я сейчас думал, повесить вас, прочитать, как я сам впервые перевел это самое, шлоком, думаю, нет, не будет. Все-таки это перефор. Я пытался обе строчки перевести одним предложением. Объединить их. Итак, синонимы. Дим, синонимы. Третье задание из повторения. Так, синонимы. Дим, синонимы. Дочь. Духитар. Путри. Сута. Человек. Джана. Кстати, что-то у меня тут только Джана. Евгений. Что-то еще было. Что можешь добавить? Ну, я еще видел человека Нара. Ну и мы когда-то упоминали Уруша. Ману. Или Ману. Ну, что-то с Ману. 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 А воды больше не видел? А воды... Ну, она у нас тут упоминалась в самом скайпе. Но я, правда, не пересматривал. Ну, хорошо. Ладно. А, вот-вот, тут много всякой воды. Твари. Ну, в общем, я не буду, наверное, еще читать. Да, воды еще некоторое количество имеется. Не важно. Хорошо, Дим. Хорошо. Хорошо. Вижу, что проработал. Дим, тогда давай переводи мне четвертые. Брахмана. Только язык-то загибает. Все-таки это значит церебральный требует, а в Индии их различают. Они не одно и то же. Брахмана. Ну, это сословие Брахманы. Брахманы? Бра... Ну... Брахман. Что Брахман? Ну, это сословие. Варны. Ты думаешь, это сословие? А. Евгений, ты согласен, что это сословие? Ну, в смысле, это представитель сословия. Ну, хорошо. Нет. Ну, что это именно сословие? Ну, вроде как, да. Да? Это не литературный жанр, Брахман, да? Ну, может, стоит пересмотреть. Я перевел так же, как сословие. Ну, и в словаре вообще так же, да. Ну, хорошо. Поехали дальше. Кшатрия. 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 Это... Тоже сословие. Кшатрия. А, что это сословие? А? Варна. Что за сословие? Что... Нет, я имею в виду, что оно... Воин? Ну, да. Вася. Торговец. Угу. Чудра. Рабочий. Рабочий? Как обычный перевод Шуд? Раб. Раб. Такого перевода я не видел. Евгений. Ремесловик. Шудра или Меслиник? Ну, вообще, Шудра. Я... Так Шудра. Я просто тоже их так оставил. Без перевода. Такое понятное. И так понятное? Ну, я вижу, как понятное. В словаре тоже это не переведено. Не переведено? Шудра. Шудра, человек четвертый. Варны. Ну, так в словаре написано. Прикольно. Миша и Седрёв главный каст. Можно в большом словаре еще попробовать. Давай в большом. Неужели в большом такая же ерунда? Ну, да. Хотел все-таки где-то, чтобы было значение неприкасаемое. Ну, ладно. Не дают. Бокс. Поехали дальше. Веда. Что значит? Знание. А с какого корня? Вид. Вид. Да. Вольный корень вид. Плюс тематическая гласная А. Корень ступени Гуна. До ступени Гуна мы доберемся еще. И получается слово Веда. Да? Махабхарата. Махабхарата. А что такое Махабхарата? Как переводится? Великий Бхарата. Да. То есть там считается, что опущенное слово. Опущенное слово повествование. Великое. Название. Сейчас мы в словаре посмотреть. Там будет. Прном. Нет. Прном правильно. А что такое прном? Ну, имя собственное. Имя собственное, да. Но любое имя собственное, Дим. Любое имя собственное в Индии имеет смысл и значение. В Индии нету неговорящих имен. Там у всех лошадиные фамилии и прочее. Хорошо. Поехали дальше. Ромаин. Ромаина. Что означает? Тоже это? Что тоже? Как? Эпос? Эпос? Прямо вот это видишь в этом слове? Прямо вот оно написано там. Вот эпос. Евгений, что скажешь? Ну, это что-то связанное с рамой, понятно. Уже хорошо. Уже неплохо. Что-то, видимо, наверное, повествование о раме. Романиада. Ну, да. Есть Ильяда, есть Романиада. Так и есть? Романстве Рамы написано, фори. Ну, вот. Это уже интереснее, Дим. Это уже интереснее. А то мне эпос, тоже мне. Ты у нас на кого? На литературоведа записался? Различаешь по жанрам? Это у нас... Маниа эпическая поэма. Это драма. Это у нас, значит, лирика. Это эпос у нас. Вот. Хорошо. Дальше. Индра. Это имя бога. Какого бога? Индры. Ну, здорово. А кто такой Индра? Бог... Дождя там, если не ошибаюсь. Хочешь сказать, что бог в плохой погоде, да? Ну, да. Грома, молния. Тоже интереснее. В Индии, так как по их представлениям не может быть слова, которое не образовано от глагольного корня, им пришлось придумать глагольный корень Инд, чтобы и это слово тоже было образовано от глагольного корня. Специально это слово пришлось придумать глагольный корень. Поехали дальше. И что оно означает? Не помню, что означает, но чтобы оно начало, это высосано из пальца. Потому что это единственное слово, образованное от этого корня. Як? Вишну. Вишну. Это тоже имя. И что же оно означает, Вишну? Или оно ничего не означает? Ну, я думаю, это создатель. А что ты это? Это не создатель. Кто тебе на такую мысль? Это не создатель. Какой похожий глагольный корень есть? Значит, Евгений, я вам давал конспект заезняка, нет? Нет. Ну, нет, нет. Но он в поларе есть. А, нет, конспект. Да, у вас есть. С корнями, но я его видел. Давайте я сейчас продублирую. И вы откройте себе список глагольных корней. Вот, собственно, конспект, который является частью нашей лихушины 5-го тома. И вот там есть в конце список глагольных корней. Я проверил, глагольный корень там... А, сейчас, здесь нет. Нет, его там... Сейчас. Здесь нет. Да, значит, его там, слава богу, нет. На 13-ом развороте. Здесь есть все остальные глагольные корни, которые, в общем-то, будут встречаться. Долистал, Дим? Видишь, из лексики важнейшие корни. Кручу. Кручу-верчу. В. Так, груб. Ну, я долистал, но тут... Вар, варт. Вас. Вах, вид. Ну, да, там... Другие. Вот, значит, расскажу, как пользоваться вообще. Значит, вот смотри, например, глагольный корень... СИИВ. Видишь, что означает? Прямо СИИВ. Почему русское слово подчеркнуто, понятно? В скобках. Шов? Шов. Ну, подразумевается, что оно однокорневое. Да. Дим, понятно? Угу. То есть, однокорневые слова, та часть слова, которая побуквенно совпадает, она подчеркнута. То есть, один и тот же корень в русском языке и в санскрите. Этот список не подлежит сомнению, потому что со Сталином Залезняком. То есть, если есть, как бы, такая, народные этимологии, там, сомневаются, думают, колдуют, подколдовывают. Это все седьмая вода на киселе. Это Библия. Она неоспорима. Это базис. То есть, если кто-нибудь заводит разговор про родственные слова в санскрите, надо открыть Библию и смотреть. Есть, нет. Если нет, вот, то уверенности в этом такой прям сразу наотмашь быть не может. Потому что здесь достаточно много, на самом деле, слов, если так присмотреться. С виду, может, сначала кажется немного, а если все посмотрели, то набегаете. Вот. Из, скажем, тысячи наиболее наглядных родственных слов здесь представлена добрая, наверное, половина. Хорошо. Вишну, он от глагольного корня виш считается... От глагольного корня виш. Но у нас он здесь не представлен. Хорошо. Потому что у вишну тоже есть значение, Дим. Вишну, он не просто вишну, а... Его имя означает, в общем, трудяга, как один из вариантов. Как? Трудяга. Я вот тут виш в большом словаре, ну, в Кочерпину, нашел. Это, видимо, там их два. Наверное, раз это трудяга, то имеется в виду, вот, делать-действовать, как деятель. Да, деятель. Как деятель. Вишну, предположительно, от деятелей. С этим я хочу показать, что имена Вишну, Шива, это все осмысленные слова в санскрите. Это не просто красивое слово. Хотели назвать Кришной, а хотели Вишной. Поехали дальше. Поехали дальше. Арт, обязанность, долг, обряд, ритуал, судьба, карма. Арт, все-таки основное значение, наверное, будет смысл, значение. Значение слова, например. Это арт. Ага, а вот богатство, я вот просто помню, что как-то еще арт, хотя не богатство, нет такого у него смысла? Нет такого не знаю. Или арт как-то там по-другому спишется? Я думаю, это по-другому, с чем-то похожим. Думаю, путаешь. Евгений, пятый. Это какая партия, мокша, там. Да, да, ты все правильно. Это и троицы, но... Нет, все правильно. Дело в том, что просто ты берешь из словаря и совмещаешь первое значение и двадцать пятое. Тебе важно запомнить тут для всех этих слов первое значение, потому что все двадцать пятое ты точно не запомнишь. А важно запомнить первое. Да, да, Евгений. Пятое, значит, там... Тушь. Тушь. Это быть довольным, наслаждаться. Да. Ашва-пати. Ну, и имя собственное. И что же назначает? Ну, что-то, видимо, на подобие правитель коней. Что означает, Дим, пати? Лошади. Пати. Да, ну, не английское слово пати, а вот сансквильское слово пати. Пати. Что означает? Недавно было это у нас. Да неужели? Царь. Не ошибаюсь. Ну, отдельно пати, как царь, не встречается. В словосочетании, как вторая часть, он дает царь. Но сам пати царя не дает. По значению близко, но все же давай ближе. Господин муж повеликий. Там не указано, от какого выгольного корня? Нет, от корня не указано, но там прям рядом есть. Хотя нет, какой глагол пад, он не похож. Па охранять не похож. Пад. Правильное значение ты привел. То есть, господин, господин лошадей. Ну, да. То есть, нету имен собственных, которые не имеют смысла в санскрите. В принципе. Упак-хана. Хана? Упак-хана. А, Упак-хана. Упак-хана. Да. Небольшой рассказ. Да. Щастра. Указания, правила, учения. Священная книга. Учебная. Ас. Сидеть, жить, пребывать. Так точно. Так точно. Так, напомните, мы в прошлый раз ударение разбирали? Вообще, ударение разбирали? Не дошли, врагу. Да. Не дошли. Хорошо, тогда сейчас... Сейчас поразбираем ударение. Итак, ударение в санскрите бывает двух видов. В эпоху вед, оно троякое. И, собственно, вы сможете читать ведийские тексты, пройдя базовый курс санскрита. Несколько дополнительных занятий. Тут дадут возможность переводить ведийские тексты. То есть, в частности, регведу. Регведу у нас, получается, выглядит... Вот запись регведы с ее ударениями выглядит, сейчас ждем, пока сфокусируется, следующим образом. И видите, палочки над текстом, под текстом, необычные, непривычные. Да? Это, собственно, ударение ведийского образца. В нем различаются удата, анудата и сварита. Высокий тон, низкий тон, возвышенно-пониженный. То есть, этот текст также, собственно, откуда родом шлока. Шлока, она из регведы. Это один из популярных стихотворных размеров регведы. Регведен называется трештубхом, а потом стал называться шлокой. Поэтому нам и важно его знать. Ну, как бы, это базис. Во всех отношениях. Значит, ну, разумеется, не все слова, известные нам, зафиксированы с ударением. Из 160 тысяч слов в словаре Мония Вильямса, ударение имеет 20 тысяч. В остальных словах ударение мы не знаем достоверно. Значит, ударение всегда известно в глагольных парадигмах. То есть, когда у нас есть споряжение, на определенных формах, в определенном месте всегда стоит ударение. С глаголами в этом плане просто. В глаголах известно, в ведийских словах известно. А вот во всех остальных словах действует упрощенное правило. Где на самом деле стояло ударение, никто не знает. Поэтому здесь имеем дело с упрощением. Итак, значит, гласит оно так. Значит, применяется правило ударения так же, как в латинском языке. Первое правило, Дим, как звучит? Ударение никогда не ставится. На последний слог не бывает далее третьего слога от конца слова. Но вот это общее указание, оно пока ни о чем. Итак, первое реальное правило. В словах из двух слогов ударение всегда падает на первый слог. Значит, надо посчитать, сколько у нас слогов. Путра. Сколько слогов? Два. Значит, в словах из двух слогов ударение всегда падает на первый слог. То есть, что получается? Ударение куда? На первое, на пу. Путра. Угу. То есть, двухслоговое слово. Значит, дальше правило. В многосложных словах ударение падает на последний слог, если он голубий. Итак, значит, что такое многосложное? Многосложное – это любое, где больше, чем два слога. Ну вот, например, возьмем слово «махабхарата». Предпоследнее слово «долгий»? Так. Нет. Нет, не «долгий». А какие вообще бывают «долгие» слова? Долгие, значит… Что такое «долгие»? Вот бывают краткие и гласные, а бывают «долгие». Что такое «долгие»? Ну, «пакхьяна», например. Вот здесь у «пакхьяна». Нет, нет. «Долгую» и «гласную» – не слово вообще, а «гласные». А какие бывают? О. О. Ну, начни сначала. С середины начал. А, ну, это «долгая» А, «долгая» У, «долгая» И, «долгая» Е. О, всегда долгое. О. Ну, и дифтонги, ввиду своего родства с этими «долгими», «гласные» тоже можем засчитать как «долгие». Да, это у нас «долгие». Хорошо. Значит, читаем дальше правило. Если многосложные слова, а второй слог от конца слова краткий, ударение переносится на третий слог от конца, вне зависимости от его долготы. И что получается? В «махабхарате»? Ага. В «махабхарате»… В «махабхарате»… Да, «махабхарата», то есть на «а». В «махабхарате»… А какой из? На слоге «ха», во втором «ха». Нет такого слога «ха», есть «бхарате». Нет такого «ха», ты можешь вот… Нету «ха», есть «бхарате». Это отдельный звук, это не «б» плюс «х», это отдельный звук. «бхарате». Упаси бог, ты скажешь кому-нибудь вот такое «бхарате». Не в «ха», а в «бхарате». Если следовать этим правилам, получается вот «махабхарате». Евгений, в слове «варанаси» где ударение стоит? Смотря как оно пишется. Ого, вот это хороший вопрос. Как пишется слово «варанаси»? Можем на доске изобразить. Так, сейчас смотрю. Правильные вопросы задаете. Что там надо? На доске, ну как обычно. Так, напишите. А, мне написать? Да. Хорошо. На транслитерации или как? Да. Не попробую. Ну вообще на слух, если то у меня получается... Ой, а где здесь? Что на слух получается? Получается краткое. Ну, это на слух. А на самом деле? На самом деле, я не видел, как это пишется. Так у нас есть словарь. Там есть Варанаси? Ну, разумеется. Так, ну тогда я лучше посмотрю. Дим, как пишется слово Варанаси? Ну, на слух там все ократки. То есть, в русском слове Варанаси все ократки. Согласен. Поддерживаю. А вот здесь А длинные две. Длинные и долгие. Долгие. Две долгие. Так. Итак, направляю сюда Евгения. Надпиши, где надо. А долгие. Нашли, Евгений? А, нашел, да. Первые две. Долгие, а, долгие. Так. И долгие. Так. Ну, серебральные. А тут И простая? Ну, на самом деле, это слово имеет варианты написания. Оно может быть и так, и так. А, да? Да. Я сейчас то, что в словаре по-другому увидел. Ну, вот напиши, как ты увидел. Так, я увидел вот то, что вот это. Сейчас, я скопирую и попробую поправить просто. Ага. Так, я увидел вот так. Вот этого. Только я тут не вижу, чем стирать. А, ты выдели и долгие нажми. А, сейчас. Вот так. Дим, а ты куда смотришь? В уголь срединой словарик. В учебнике. В учебнике. Сейчас проверю. Вот, в большом словаре я вот такое увидел. Значит. И, эээ, Дим, там не так, да? Угу. Прикольно. Не, ну, там в словаре есть и печатки. Я вот одну уже находил. И где же она? Почему ты мне не сообщил? Надо бы сообщить было. Сейчас я найду, я ее. Конечно, я найду. Я же их коллекционирую. В старом, значит, учебнике кочергяной все правильно. В словарике тоже все правильно. надо. Фар-а-ра-на-си. Так куда там падает? На первую, последнюю, а? Ну, как бы, тот вариант, который привел Евгений, будем считать его правильным. Только вот разночтение с учебником и со словарем. Вот, в словаре и долгое последнее, а в учебнике и краткое. В учебнике у меня и краткое. И долгое. В старом учебнике и долгое. Там просто над «и» краткое Макрон всунули. Словарики на 323-й странице. Ну, в новом учебнике печатка в «на-та-ка». Буква в «к-т» уехала? Там «т» не та, не «та-а». Не «теребральная»? Да. Понял. Да, у меня тоже 323-я страница, но там совершенно четкая и краткая. Но у меня 94-й год, правда. А, понятно. У меня 2001-й, все-таки, значит, они отличаются. Ну, вот так. Говори и долгое. Ну, и, в общем, если этим правилам следовать, то получится «вара-на-си». Вара-на-си. Угу. Дим, понятно? Да. Угу. Это упрощенно ударение в санскрите. Так, внешние санхи «с» и «р». Мы их не успели разобрать, давайте. Только вот домашнее задание. Ну да, там-то они были, а разобрать не успели. Итак, внешние санхи «с» и «р». Еще раз их проговорим. Значит, в конце предложения или стихотворные строки. Значит, имеется в виду, на самом деле, перед паузой. Вот это санхи говорит нам о том, что перед паузой «с» превращается в висаргу. Вот, например, когда я склоняю слово «дээва». В Индии нельзя сказать «дээвас». Ухо индуса отвянет, когда услышит такое. Это ведь склонение я... Значит, и перед словом, и после словом имеется пауза. А раз есть пауза, значит, должна быть висарга. Поэтому, когда они склоняют, они даже «с» не пишут. Они сразу пишут с висаргой. Они пишут, что из этой висарги при каких-то условиях может получиться «с» в каких-то санхи. Но вообще, по умолчанию, там стоит висарга. Не от «с» образовалась висарга, а от висарги образовалась «с». Они с другой стороны смотрят на это. Поэтому «дээвах» — это именительный падеж. Но не «дэвас». Вот о чём здесь сказано. Перед паузой висарга. В основном это касается «с», слов на «р» очень мало. Вот это «пунар» и «антар» — это из самых попсовых. Понятно, Дим? Угу. Перед глухими. Что такое «глухие», Дим? Ну, глухие — это... Это глуховато, да? Как «х», «п», «х». «щ», «с», «ш». Там... Может быть «х» сюда же относится. Итак, Миллер, у тебя есть? У меня «кнауэр». А, у тебя Миллера же нету, да? Угу. Пора бы обозавестись Миллером, потому что у него есть таблица, которая тебе помогла. Итак, Евгений, у тебя же Миллер есть? Есть, да. Сейчас, правда, не под рукой. Под рукой? Ну, вообще, насколько я понимаю, первые два столбца, а не оба... Первый столбца — это глухие, да. Прошу озвучить их, Дим. Ка-ха-ца-ча-ча-чха. От «ка» ты переходишь к «са»? От «ка» ты переходишь к «са»? Ча. А. Ка-кха. Ча-чха. Ча-чха. Та-тха-папха. Да? Да, это глухие. Ага. Что такое «звонкие»? Дим. Так. Ну, я думаю, это следующие два столбца. Ну, предположим. То есть, тага-ха. Озвучит. Джа-джа-ха. Да-джа-ха. Да-джа-ха. Ба-бэ-ха. Угу. Значит, для глухих одни правила, для звонких другие правила. А яра-ла-ла-ва, мы тоже звонки макусы? Да. Так же, как и глухим, эти самые ша-са. На самом деле, таблица имеет продолжение. Даже миллеровские таблицы имеют продолжение. Итак. Дим, слитно пишется или не слитно? Из примеров Кочергиной. Как в рикша. В рикша-ш. Ты-ка-те. Ну, пример. Один из примеров. Нет, раздельно. А, значит, Дим, второй, значит, четвертый пункт этого самого шестого занятия, второй подпункт, третий подпункт второго подпункта. В. В, Эш, перед Т, Т, Х. Пример, читай. Так. Второй. Внешний сан-тхи, С и Р. Второй пункт. Перед глухими и согласными. Перед глухими согласными. Подпункт В. А. В, Эш, перед Т, и Т, Х. Да, пример, прочитай. В, Эш, перед Т, и Т, Х. Т, К, Т. Угу. Слитно пишется или не слитно? Почему? Ну, у нас же слитно будет писаться, если следом за глухой будет гласное, если не ошибаюсь. Евгений, что ты по этому поводу можешь сказать? Вообще, там в том правиле не говорилось, какая должна следующая быть, гласная или согласная. Было сказано, если просто оканчивается не согласным. Поэтому... То есть, слитно или не слитно? Ну, по правилам, получается, хотелось бы слитно. Да? Слитно? В учебнике оно же разделено для того, чтобы вы не пугались чего-то там, что все срастается, еще что-нибудь. Ну, вообще-то правила-то должны помнить. Правила никто не отменял. А Пуна с Чалати выше. Ну, логично. Ну, тогда тоже слитно. Дим, напиши мне лигатуру с Ч на доске. Ну, вот так вроде бы. Евгений, что написал Дима? Похоже на ШР. 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 Ага. ШР. Так, ШР. Тогда вот так. Да нет, Дима, ты верхнюю часть правильно написал, нижнюю, и поменяй. Зачем нам хвост от Р? Тогда Щ или Ш? Я же сказал, Дим, ты первую часть написал правильно. Ага. Хвост убери. Замени хвост Ч. Так что ли? Ну, ты, конечно, написал, там можно так не подгонять прям, и можно все-таки более правильно, более стойко, то есть, Ч, ну, честно, как Ч, и не надо ее так напонять сильно из одного места. Да, они шутчат. Она не растет в этот корень, она в бок упадет. Ты понимаешь, что если бы этого не было, на Деванагре пришлось поставить Вераму? А ты помнишь, что я говорил, что Верам вообще в нормальном тексте почти не должно быть? Верам признак маразма. Если не писать слова слитно, здесь получится Верама на Вераме, Верамая погоняет. То есть, когда ты делал домашнее задание, и писал себе примеры эти, а я надеюсь, что ты их себе переписал в транслитерации и в Деванагре, у тебя должно было получиться слитно. Эти примеры надо себе переписывать. Не, я не переписывал. Обязательно. Обязательно, потому что для санхи, мы на них будем делать упражнения. Даже таких, каких нету кочевина. Поэтому санхи, конечно, обязательно все переписывать. Их не так-то много. Но они весьма сложные. в усвоении. Одно дело их узнавать, другое дело, когда будете переводить русского на санскрит, им уметь пользоваться. А пока вы им не научитесь пользоваться, будете узнавать их плохо. Ну, как бы это связано. То есть, Дим, надо переписать, все равно будет себе, что касается санхов. Значит, четвертая разновидность внешних санхов С и Р. Значит, зачитай мне, пожалуйста, Дим. Так. В С перед Т, Т, Х? Перед Р согласный, но не после А и А. Р выпадает, удлиняя предшествующую краткую гласную. Понятно, что здесь сказано, Дим? Так. Что дело в том, что санхи Ас и Аас это отдельные санхи, до которых уже Евгений долистал, с ними отдельная история. Здесь речь про всякие ИС, УР, в частности. Потому что АС, АС, их очень много, с ними отдельное правило будет. То есть, перед Р, то есть, когда следующее слово начинается на букву Р, да? Откуда я знаю, что следующее слово начинается на букву Р? Это как записано? После Р что идет? Какой знак? Так. Ну, откуда я знаю это правило, что перед Р соглас... Откуда я знаю, что Р в начале следующее слово? Это у вас здесь написано? А откуда я это знаю? Черточку видишь после Р? А, ну... Что он означает? Ну, что это начало следующее слово. Что это начало слова? Ну, там на случай следующее, да, но вообще это начало слова. Черточка перед буквой что означает? Да. То есть, таким кратким способом записывается то, что словам было бы очень долго. Перед начальним Р конечные согласные С и Р выпадают, удлиняя предшествующую краткую гласную. Ну, вот. Переписать обязательно. Ну, что ж, тогда переходим к занятию седьмому. Санхи гласных. До этого мы рассматривали только санхи согласных. Санхи гласных делится на две большие группы. Точнее, да. Значит, санхи гласные бывают однородные, бывают разнородные. То есть, не однородные. Однородные — это когда А встречается с А, И, С, И, У, С, У. Когда это однородные. Это одни процессы. И другие процессы, когда две разные гласные подряд. Значит, в санскрите, кроме девяносто одного исключения, не могут идти подряд две гласных, чтобы они не повлияли друг на друга. То есть, тогда, когда стоят две гласные подряд, и если это легально, это называется зиянь. Но этого очень-очень мало. Во всех остальных случаев гласные идущие подряд меняются. Это вот в хиндии можно записать две гласные подряд. А в санскрите нельзя. Нельзя-нельзя. Так вот, собственно, занятие седьмое, оно о том, что бывает слияние однородных гласных, а бывает слияние неоднородных гласных. И так. Ну, собственно, то, как оно записано математической формулой, то есть А краткая А долгая плюс А краткая или А долгая стрелочка А долгая это самый удобный, самый лучший способ записи вот всей этой информации. То есть, что бы ни стояло, А плюс А дает А. А плюс А дает А. А плюс А дает А. Ну, они, короче, удлиняются. Одинаково. Ну, или если они долгие-долгие, а такой вариант тоже будет, то есть не только так, что, ну, в смысле, есть одна длинная, другая короткая тоже будет длинная, да? Да, так я, собственно, сейчас голосом пытался это изобразить. А плюс А тоже А. То есть, неважно, кто тут долгий, краткий, они однородные и тем самым усиливают друг друга. Вот. То есть, одна и та же история с А. И. Вот. То есть, не может быть в Деванагаре, понимаешь, Дим, не может быть вот такая вот запись. Понимаешь? Не может быть. То есть, оно должно слиться. И получается, вместо на АХАМ получится на АХАМ. Дим. На АХАМ. Следовательно, написано слитно. То есть, получается, понимаешь, согласный слитно. Гласный слитно. И в конце концов получается поезд. Все слитно. Если не слитно, значит, что-то случилось не то. Кто-то заболел. Итак, поехали дальше. Евгений, следующий пример какой у нас? Следующий А. АПИИДАНИНННОМ Превращается в АПИИДАНИННОМ 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 Кто у нас? Что такое АПИ? Дим? АПИ что такое, Дим? Первый, если не ошибаюсь. Что первый? Значение первой? АПИИИННОМ Так уже. Афинь. Было? Было же уже. Да, так же тоже. А, угу. Угу. Апи, шестнадцатое самое частотное слово в санскрите. А какое самое частотное? Говорил? Ча. Ну, Дим, ты, однако, не промах. Ча. Второе, наверное, на. Ну, еще много на. Что такое на? Не, да. Вот. Ну, и местами не много. Тад. Мад. Сарва. Яд. Идам. Ту. Татас. Апи, в общем-то, служебные слова. Служебные слова и местоимения. Вот чего много. Да, хорошо. Евгений, дальше. Ухта. Получается... Ухта. Кого называют суктой? Да. Гимны. То есть, хорошо сказанные. Ухта. От какого глагольного корня, Евгений? Вач. Вач, да. Тут не совсем обычное чередование, но тем не менее. Точнее, оно совсем обычное, но не в обычном ракурсе. Вот. Ну, это из частотных глаголов. Вач, это самый частотный глагол в санскрите. Поэтому несложно запомнить, что от вач слабая ступень, ук, и окончание слабой ступень, самое причастие прошедшего времени, не та, поэтому сказанный. Хорошо. Ну, что означает, Дим? Да, хорошо. Хорошо сказанный, то есть гимн. Угу, хорошо. Это когда однородный. А вот когда разнородный, то что получается? Ну, АСИ дает Е, АСУ дает О, АСУ. АСУ. А где ты видишь АСУ? Угу. А, ну да. Просто тогда четче. Давай тогда без С, потому что можно подумать, что АСУ. Плюс У дает О, А плюс Е дает АЙ, А плюс О дает АУ, А плюс Р дает слог Р. Угу. 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 Да. Просто у меня это все в один столбик. Хорошо. А где это А плюс А и А плюс АУ? У меня сейчас этого не видно. Ну, там дополнено, значит, Евгений. Угу. Получается дополнено. А, ну да. Может, можешь дописать, потому что… Ну, например, сейчас на доске я запишу. А плюс А это Э. О чем идет речь? А плюс АУ. Что там написано? О? АУ. А. А плюс АУ, АУ? Да. А, А плюс Ай, Ай. Да. О, ну. М. Режиссир. Да. Дает Махайкья. 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 Или Маха плюс АУ. Аугря Аугря дает Махаугря Махаугря Что такое, Дима? Я не знаю Есть только посмотреть Открываем словарик Точнее словарь Было бы странно, если бы ты это знал Я бы сказал, подозрительно Аугря 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 А Айк я это Это другой интересный вопрос Есть, нет, Слори? Так, я погляну Ау, гря Ну Айки это единство тождество Тождество А с какого слова? Эко Только другой, другая ступень чередования А угря? От слова угра Это что означает? Да, угря это ужасный Нашел? Великий угря Значит, маха аугря Это что? Очень страшный Это как в английском Ну, страшный в английском Тоже Похоже Угли Угли В общем, фильм ужасов Маха аугря Вот Это примеры На действительно старом учебнике Не было Не было Плюс ай Плюс ау Да Значит, третья разновидность И И И У И Ри Перед неоднородной гласной То есть Перед неоднородной гласной То есть Не такой же как и эта гласная И И И В Е У В Ри В Обычную Согласную Р Евгений, три примера Ставит ри Увача Ставит ри Увача Да Получается слитное написание Вач Вак От какого глагольного корня? Вяк В русском языке Какое есть однокорневое слово Вач Пякать Да Вага Добро пожаловать В каком слове Еще есть вот этот сва из популярных слов, известных тем, кто даже не знает санскрит. Сва. Свастика. Что означает свастика? Из чего состоит? Ас. Все будет хорошо. Из какой глагольный корень? Ну, в смысле... Ас. Какой суффикс? Нет, это префикс. Су-префикс. А суффикс какой? И? Свастика. А, да, понятно. Ика. Ка. Ка. Вот есть слово лошадь, Дим. А есть слово лошадка. Ну, уменьшите лошадь. Лошадка. Ка, это что такое? Суффикс. Такой же суффикс есть и в санскрите. Титр Арттан. Хорошо. Дальше. Титр Арттан. Ну, собственно, вот слитное написание, вот что для нас должно быть интересно. В частности. Хорошо. Переворачиваем страницу. Старого учебника. Значит, внешний санкций М. В частности, согласно следующему слову, изменяется в Нусвару. Патрам Ликхати. Он пишет письмо. Патрам Ликхати. Помните, когда мы рассматривали Нусвары, Дим? Мы, собственно, подходили к этому правилу с другой стороны. Мы говорили, что в Нусваре... В общем, что часто А Нусвары появляются вместо винительного падежа. Собственно, у нас тут и есть этот винительный падеж в слове Патрам. Вот. Мы уже подходили к этому. Ликх. Ликхати. От какого глагольного корня, Дим? Ликх. Основа настоящее время образовывается добавлением А. Получается Ликха. И первичные личные окончания. Это тема, которая будет у нас в следующие занятия. Точнее, ну да, в следующие занятия. Это получается Ликхати. Ну, по-моему, я же без разницы. Можешь сказать Ликхати по Трам... Можно. Но глагол стремится к концу предложения. Поэтому предложение начинаем переводить с конца. Потому что там может... Там прячется глагол. Часто. А если это конечное М, допустим, вот так тоже в конце стихотворной строки? Ну да. Переходит ли мы на Свару? Понятно. Я на шейху. Не, не переходит. Хочется, но не переходит. Иногда в заголовках даже, я скажу, хочется. В заголовках хочется, а все равно не переходит. А в Индии, в индийских изданиях, может быть, все что угодно. Но все же это стараются держать... Конечное М не изменяется в анусуару перед гласными. И и чанти, и гласная? Ну да. Да. Хорошо. Так, Дим, ты Макшика учил? Что значит, сдавал? Ты же не сдавал еще ее? Нет. Ну ты мне читал ее уже? Макшика. Ну тогда давай порадуй меня. Суббранном ичханти... Канам... Ичханти... Партьюах... Ничах... Ничах... Хала... Так... Слово это... Халас... Халасам там? А... Калахам... Ничах... Калахам... Ичханти... 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 Саат... Халах... Хорошо. Но ты, конечно, подзабыл текст. Давай еще раз. Не придумывай букву первой строчки, которой там нет. Еще раз. Не забывай. Можешь перечитать еще раз, просто чтобы... Макшика... Вранам... Ичханти... Данам... Ичханти... Партьюах... Ничах... Калахам... Ичханти... Счантим... Ичханти... Ичханти... Сад... Халах... Хорошо. Хорошо. Принято. Все. То есть, это первое шлока, первое субхашито, которое выучено честно наизусть. Я надеюсь. Ты неплохо читал, но подзабыл уже слова просто уже к середине. Мухи из твоей головы уже не выйдут. Останутся жить вместе с тараканами. Я надеюсь. Так, значит, раз осталось немного времени, предлагаю так. Значит, как пользоваться, значит, кьоринскими словарями? А, кьоринскими словарями. Словарями показывал, да? Ну, например, вот словарем Моня Вильямс. Как пользоваться, Дим? Заходим по ссылке. Зашел? Найди мне варанасий. Таблица транслитерации по-кругой есть? Полетай. У нас же там первые две длинные. Варанасий в конце длинная. Не знаю. А я бы взглянул в таблицу. А, я сообразил. Кто первое найдет? Я говорю, таблицу не против бы взглянуть. Взглянули бы? Хорошо, дам. Дам вам лично. Там же варанасий. 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 Вон в ВКонтакте, Евгений. Не, ну я вот так вот набираю. Варанасий выбираю. Это и транс же. И что ж ты хочешь найти? Что и транс? По умолчанию там стоит Харвард Кёто. Не хочу найти варанасий. Странно, что ты хочешь найти варанасий таким образом. А какая трансфитерация в этом словаре? Не имеет значения, потому что здесь можно использовать ХК, СЛП1 и Транс. Здесь она не привязана к словарю. Какую хочешь называется? Ну Харвард Кёто это наиболее популярное в интернете. Какую пишешь самую? О, нашел. Да. Нашли варанасий? Ну скопируйте Диме, чтобы он тоже порадовался. Сейчас я его откажу. Как вы ввели? А, ну тут же уже написано. Только вот так вот. Вот так вот. А, я не отправил. Да, вы скопируете, как вы ввели. Там NG. Варанасий. Серебральный. Серебральный N. Ага. Так и тоже пошел. Ага. А таблица трансфитерации можно? Таблица трансфитерации. Есть. Ну что? Ну что, можно потом, ладно. Дать тебе тоже? Нет, могу дать сейчас. Потом-то буду. Если ты будешь ей пользоваться. Ну, вот оно. Значит, хорошо. Набрали мы в словаре, мы не увидимся. Варанасий. Значит, что такое P944 в левом углу? П-страница. Страница. Угу. Колонка. Пейдж, да, страница. А что такое двоечка? Колонка. Так как там три колонки, то это вторая колонка. Итак, нажимаем на эту циферку. 944. Угу. И найдите меня в бумажном словаре. Угу. Нашел. Ну вот. Бывает в оцифрованном словаре ошибки, поэтому нет ничего более достоверного, чем бумажные слова. Но вот это самый быстрый способ попасть к нему. Значит, помимо базового поиска, есть разные другие методы. Я вам не показывал продвинутый поиск. Или показывал? Ничего не показывал. Хорошо, показываю. Итак, это был Basic поиск. Есть Advanced поиск. Угу. Advanced поиск. Зашли. Так. Введите, например... Бо-бо-бо-бо-бо. Например, Party. Хорошо, Party. Слово, которое сегодня... Сейчас. Обсуждали. Party. 20. Сколько словарных статей получили? 20. Измените Maximum и выпадающее меню выберите не 20, а All. И нажмите еще раз Search. Да, делать. Напротив Maximum, там сверху есть поле 20. 20 измени на All. И нажми Search. Ну, сообразно. Ну, сообразно. Да, там много. Там он думает. 263. Да, там много. Там он думает. 263. А теперь возьмите Output из Roman Unicode в Devonagre Unicode. И добавьте не Ignore Accents, а Show Accents. Не нажмите, что он еще раз в Search. Угу. Ну как? Да, 363 равно осталось. Загрузилось, Евгений? В Devonagre, да. Ну, в Devonagre с ударением видите? Угу. Хорошо. А ударение тут звездочки? Здесь показываются, получается, все слова, которые... Значит... Нет, ударение это, вот, например, вот... Угу. Как бы по образцу ведийского ударения. Значит, хорошо. Здесь показываются статьи, в которых встречаются пати. То есть, не обязательно словарные статьи, а любая статья, где встречаются пати. А теперь ограничьте слева сверху не Headward or Text, а ставьте только Headward Only. Нажмите Search. Одну. Ну понятно. Сколько нашел штатей? Нет, ну да. Одна. То есть, нашлась сама словарная статья пати. Искать только в тексте, да. Хорошо. А теперь справа, посмотрите, написано Exact. Справа от пати написано Exact. А вы нажмите суффикс. Пусть пати будет суффиксом. То есть, встречаться в конце слов. И изменить их... Да, ну даже не надо. Просто пати как суффикс. Сколько суффикс? Суффикс. Шестьсот тринадцать, да. То есть, понятно? Любое слово можно искать как начало, как конец. А еще пати. То есть, измените не суффикс, а сделайте префикс. Нажмите Search. Вот, нажми префикс. Сколько префикс, как префикс, пати? 58. Хорошо. А теперь убери с первого слова, первой строчки слова и во вторую строчку напротив Text Word введи вот такое английское слово. Нажми Search. Что убираем? Убери из поля ввода Sanskrit Word. Первое поле оставь пустым, заполни напротив Text Word. Вот это слово английское. 214. Сколько? Викет. 214. Что означает викет? Ну, какой-то странный, или что-то такое. Евгений. Ну, да. Ну, сумасшедший. Спасибо. То есть, понятно, можно искать все и везде. Это продвинутый поиск. Вот если вы вернетесь на главную страницу кёйнского сайта, то здесь есть B, есть A. B – это когда Basic, то есть минимум функции. A – это Advanced, который мы сейчас пользовались. Есть еще режим L. Ну, попробуем давайте в режиме L. Вот режим L. Это когда видно, какая статья, какие слова находятся до и после. И найдите мне слово, вот такое слово. Если вы писали по буквально, вы увидели, что автоматом преобразовывается в Devonator. Показывается, что в словаре перед, что после, что под. Да? Я не понял немного. Только тут preference есть. Так, это надо куда давить. А-а. Куда давить? Ну, автоматом. Enter, пожалуйста, нажмите. Просто можно выбрать «Показать удаление и скрыть удаление» и «Преференс». Не, не очень. А, нет. Удаление, да, я вижу. Что именно? Да бог с ударениями. Тут основной смысл, что что перед, что после, как бы видна структура. Агман. А что в словарной статье «Агро» есть также разновидности «Агро», как «Агро-га», «Агро-джа», «Агро-джа». А-а-а-а. Так, тогда я не понял. Сперед и после. Так. А? Да? Да-да. Агро-джа. 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 Слева столбик, видишь? Какое слово идёт перед «Агро»? Агман. Агман. Значит, если ты откроешь бумажные слова перед «Агро», ты увидишь Агман. Это может быть полезно знать? Да, в каких ситуациях это полезно. Если посмотришь, что стоит под «Агро», под «Агро» стоят слова, которые внутри словарной статьи прописаны. Конья Вильямс, он же имеет структуру гнездовую. Он же не так, как Кочергина. Кочергина каждое слово выписывает в отдельную статью. Корень или основа от него уже сложные слова, то есть гнездовая структура, другая структура. Благодаря этой структуре мы не видим, мы не видим тоже однотомные слова. И Кочергина однотомные слова. Только у Кочергиной 30 тысяч слов, а у него 280 тысяч слов. Оба однотомные. Знаешь, что такое структура словаря? Могучая вещь. Сложнее с типографической точки зрения, чем словар Моневильямс. Я словаря не знаю ни в одном языке. Все это богатство можно скачать в разделе Download. Но это в таком текстовом файле, которым вы вряд ли сможете воспользоваться. Поэтому советую вам научиться пользоваться оффлайн программой, которую я вам сейчас дам. Вот у меня есть небольшая заметка вообще по словарям. И в частности там идет ссылка на Сандик. Проверю, работает ли она сейчас. Да, она работает. Там можете скачать Сандиковскую ссылку на Сандик. Это наиболее крутой оффлайн словарь санскрита. Он построен на основе этих же кёльнских словарей, только он не требует интернета. Качать? Как скачать, расскажите. Сандик. Это на основе кёльнских словарей скомпинирована такая подборка. Там взят Моня Вильямс, взят Апте и еще небольшие прибамбасики. То есть Апте это основной... Трехтонный словарь Апте это основной словарь санскрита в Индии. Моня Вильямс это основной словарь англоязычного мира вне Индии. Это как бы соединяет два лучших. Апте хорош тем, что он добавляет много всяких философских тонкостей, каких-то оттенков терминов, примеры использования. То есть у Монни Вильямса нет примеров использования литературы. У него есть отсылки, в каких книгах то или иное значение встречается. Но отсылок к литературе конкретных цитат у него нет. У Апте есть. У меня скачалось. Тогда запускай экзаж. И в левом нижнем углу вводи, например, Варанасий. Может, в трансвитии? Да, внизу в строке. В трансвитии? Что? В хараке-то, да. Апте как переводит Варанасий? Что-то у меня не ищется. Да. Не работает? Я, может, не стою. Нет, вроде стоит. У меня в нижнем углу окне. Там два окна есть. Ну, я имею в виду внутри закладки search, внизу... Нет, ниже. Нет, 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 нет. Не внутри закладки. Внизу той закладки, которая открылась по умолчанию. В индекс. Ну, вот я набрал там, но... Возьму enter. Ты ввел где? В... 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 Там под... Харвард тетал? Под или на? Только вот в... Поле такое. Там... Там слова просто идут по алфавитам. Ну, вот длинное поле. Длинное. Под ним поле. Ну, вот под ним есть поле. И под этим полем... Под этим полем. Вот. У меня только есть куда бить текст, и все. Ну, я покажу, как у меня. Так, смотрю. Понятно. Я слева в нижнем углу ввел варанаси латиницей. У меня такого поля нету. Его надо вызвать просто. Наверное, пол. Да, с начала не удалось. Угу, прикольно. Сейчас. Его надо транслитерацию или контролаж нажать? Да, я думаю, что его можно вызвать. О, вот. Или меню транслитерацию. Все, я нашел это поле. И тут сработало. Да, есть отей и манья. Это наиболее крутой оффлайн словарь санскрита. Спасибо. Готингенский университет 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 Местом проанализированных текстов, то есть грамматически разбитых, является сайт Гейдельбергского университета. Вот, например, 50 наиболее частотных слов в Бхагаватпуране. Жмем на любое из этих слов и смотрим, где оно встречается, когда встречается. Например, Ча. На основе этого сайта мы узнаем, что из всего богатства санскритских слов реально употребляются 82 тысячи слов. Это словарный запас, который необходим, чтобы переводить санскритские тексты без словаря. Я нажал на Ча, ждем, там сервер не самый шустрый. Ча большая просто, сейчас чуть ли не знаю, взять тут поменьше кому-нибудь. Надо дождаться, пока загрузится. Ну вот у меня загрузился АТМО. Ча я отчаялся ждать, а вот АТМО дождался. А у меня Ча загрузился. Ну хорошо. Референс открываем. Здесь показано, сколько это слово в каком тексте встречается. И, значит, первая цифра это сколько раз встречается. Касая черта, сколько всего в этом тексте слов. То есть, частотность его. Референс из ордера by Timeslot. Ну это условное деление произведения по хронологии. Что? Какое? К какому отрезку литературы оно принадлежит. То есть, как бы... Это, чтобы, скажем, выделить отдельно современные тексты. То есть, все, что идет как medieval, то есть средние века, late. Это, при желании, можно отсекать. Nominal forms это, собственно, в каких формах оно встречается. Третья, то есть, мы видим, что именительный падеж, единственное число, мужской род, это самая часто встречаемая форма. Другая, почти настолько же часто встречаемая форма, это comp, то есть, как часть сложного слова. Третья, винительный падеж, то есть, accusativus. Четвертая, accusativus. На падежей мы дойдем вот уже скоро. Если нажать, например, на... Нажмем на что-нибудь помельче, чтобы долго не грузился. На генду маск, на двойственное число, мужской род, генетип. Вы про какое слово говорите? А вот, можешь по ссылке пройти. Про слово... Я уже забыл какое слово. Про... Про атма. Атма, да. Уша. Показано, где это слово в такой форме встречается. В такой грамматической форме. Сейчас, потому что уже скоро... Понятно? Из литературы, из всех произведений. То есть, из геттингенского сайта. Да. Гайдельбергский сайт взял часть текстов и обработал их. Пока-пока. Вот. А meanings это то, что взяли из словра Мония Вильямса и понадергали. Значение. Но здесь нарушена последовательность, поэтому особо пользоваться этим невозможно. Потому что в Монии Вильямсе имеет значение, какое значение дается первым. И какое двадцать пятым. А здесь они все смешаны. Здесь они просто по алфавиту. Да, они по алфавиту, но в этом нет никакого смысла. Да. Правильно отметили. В этом нет никакого смысла. Ну, а также здесь есть сводный словарь всех текстов. Угу. Вот. Вот. Есть там энного количества слов. Здесь отобрано восемьдесят две тысячи слов, которые реально встречаются в текстах. Поэтому оптимальный размер сансквитского словаря это восемьдесят тысяч слов. Тридцать мало, сто шестьдесят много, а восемьдесят достаточно. Да, я скажу. Вот на основе этого гадельбергского сайта я подготовил разные PDF. Например, пословный перевод Рамаяны или Махапкараты на основе этого сайта. И получается PDF на 3000 страниц. Какие вопросы? Несколько месяцев работали, чтобы придумать алгоритм. Сначала вгружается сайт в Excel, обрабатывается макросами, а потом из Excel генерируется в Word, а из Word в PDF. Сложный механизм. Вот и получается такой большой разработанный текст в частности Аштанга Хардая Самхита. Сейчас найду какой-нибудь пример и дам ссылку. Вот вроде Аштанга она здесь. А нет, у меня друг бокс так. Вот Аштанга, вот Чарака. А вот Артха Шастра. Какая из этих сил точно должна работать? Работает ссылка, нет? Да, работать. Работает. Открывается? 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 Что-нибудь понятно? Мост не закрепил еще? Файл большой Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот собственно Вот те сайты, которые я вам хотел показать Ну что, тогда А мы как-нибудь в 11 или в 11? До следующей недели Посмотрим, что скажет еще Дима Московский Сегодня в час ночи он написал, что не сможет Сможет ли он в следующий раз, я не знаю, например Посмотрим, как он может Задание упражнение Если он сможет, можем в 11 К седьмому занятию Задание маленькое, неприлично маленькое Чтобы Зима второй успел послушать и сделать Да, он может несколько раз успеть его сделать Предисловие к учебнику Прочитали же, да? Да, я встал Прочитайте предисловие к словарю Кочергиной Если еще останется время Я бы вам хотел почитать предисловие к словарю Монне Вильямса На английском Как устроен самый полный словар саншрито в мире Для англоязычных Ибо самым крупным в мире для нормальных людей остаются петербургские словари На немецком А Монне Вильямс как раз 160 Ну, 160 заголовочных слов, да Из которых реально встречается 82 в текстах Но так как он упоминает разные Названия книг Названия глав Имена героев Которые встречаются в каком-нибудь, в одном перечне То и получается Энное количество слов Что почитайте предисловие к словарям Мой вам совет Чтобы возникали какие-то мысли, вопросы Тем более время есть задание действительно небольшое Да Ну, тогда до следующей субботы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok